Почитайте закон от 7 марта 1998 года. Мы что-то хотим, а вы только создаёте проблемы, а они что-то хотят. Мы создаём проблемы, то есть получается, мы провокаторы, а вы что-то делаете, да? Серёж, кого ты шёл представлять сельский совет? Народ. Народ. А почему, когда вся Куперская, Цветаева, когда мы тут просто окна не можем открыть, когда мы задыхаемся, ты идёшь сельский совет и говоришь, ребята, у нас всё хорошо, всё прекрасно. Я говорю, ещё раз говорю, я и говорил вам, объясняю, мне не может быть хорошо, но я знаю, что ни одной техники нет, чтобы спасать ситуацию. Что делать? Вы не просили даже. Кого просили? Забота. Да, помогал нам. Ещё одна проблема. Вот сели, вот ты за визирку голосовал, тётя Светла Бациха за визирку руку денла, аж некуда. Что делается по балке? Что делается по балке? Возле тётя Света Бацихе не яма, большая. А в Вали? Такая большая яма, это самое. Там вся балка зашла, не где такой балки, нет. А кто выносит? А выносят люди? Выносят люди, та самая, яка рот держала за визирку, на кусту деку строила. Яка за визирку руку. А мне украшу. Нет, я не предстоит, я скажу. Вот нельзя бы Телефитин не поехал и поделил. Я вообще не хочу никуда присоединяться. Сядь, пожалуйста. Сядь, пожалуйста. Позиционируй себя умным человеком. Председатель Сельского Союза дырешь задницу, я кажу. Будем. Что это самое? Скотину пасти не можешь. А это не Сельсовет виноватый, а люди. Люди. Чтобы Сельсовет пришел раз и наказал. Даже ту самую бацику наказал. Чтобы Сельсовет виноватый. А что по циклу? Бо на яму там селила. У балки усыпает мусор. Тут никто не носит мусор. Лично вина сделала ту яму. У балки. А все остальные? Не знаю я там. Не там, не там, не там. Я говорю за все балки. Я говорю за все балки. Все балки насыраны. У всех провулках. Беличковой раз наказали, что лег в квартиранте в целом куте по всей балке. Починается весна, мы начинаем ходить собрать балки. Это люди виноваты, они в Сельраде. Почему в Сельраде? Это не представляется. Люди. Это закон. Кто мусор тут открыл для Сельрада? Кто тут открыл мусор? Сельрада. Они открыли для села. Правильно? А получилось, что открыли для всех. Значит надо было открыть с умом. Вот сейчас. Вот сейчас. Все в полуце разлетается. Вся мусор у нас в море. Сереж, смотри, пока мы ее не передали на баланску мухозу, тут всегда будет вся гадость в огородах. Это всегда нас не устраивало. Но было терпимо, правда? Как только мы передали на баланску мухозу, он по три раза в день грузовой машиной с моря возил. Объясняю, объясняю. И высыпает вот тут вот. Спроси у будника. Будник ходил и его с ним газ. Да, я тоже сделал замечательно. Это начальник мухоза. Я приехал вот тут вот, высыпал и поехал. Объясняю, короче что. Сейчас это все, я не буду говорить, кто что высыпал, но я уже сейчас раз говорю, короче говорю, что есть уже человек, который охраняет свалку раз. Второе. Запретим завозить посторонним грузом два. Третье. Свалка смещается еще на метров 150-200 дальше туда. Это мало. Сережа, подожди секунду. Это не мало. Сережа, я понимаю сейчас, что ты хочешь сказать? И четвертое. Поджог делали специально. Конечно. Весной поджигали, вот сейчас поджигали специально. Вот этот поджог был специальный. Это не про и про. Это специально поджигали, чтобы люди подняли кипиш. Это поджог был. И в том году горело тоже. И в том году горело тоже. Чтобы не рыться. Не было бы запаха. Где я живу? Сережа, она каждый год горит. Да каждый год горит. Ну чего ты не говори. Он горит все время. Просто в этом году мусора больше, и он высыпанный вот тут. Да, прямо вот. Горело не здесь. Хорошо. Что может быть за разговоры о переносе свалки, если на сессии мы передавали на коммунс? Для закрытия. Для закрытия. Для закрытия. Какие земляки сейчас идут разговоры о тех людей, которые тут работают? Есть в Южном Юж-Транс. Есть. Можно заключить договор. Тебе моя мама лично сказала. 13,65 человек. Это большие деньги. Объясняю. Каждый из нас будет платить и вывозить этот мусор, но не сюда. Было предложение. Альфатор один на хуторскую. Потому что не с теми вы договор заключаете. Один. Сережа, надо шкать. Я лично поеду сегодня в Юж-Транс. Заключу с ними договор. 38 тысяч гривен каждый месяц платить. Это Юж-Транс сказал? Нет. Я не буду говорить кто. Это сейчас моя фирма другая. А Юж-Транс что, возьмет дешевле? Тебе мама моя сказала, вот когда мы разговаривали после исходки. 13,65 если мы заключим договор с Юж-Трансом. Смотрите. А теперь представьте. Сколько людей откажутся давать. Просто носить в альфатор. Неправда. Неправда. Нужно людей приучать к культуре. В Южном платят люди почему-то за вывоз мусора. По всей Украине платят. Не только в Южном. Вся Украина платит. Сычалки. Я же не брешу. Что ты скажешь? Не все будут под неправильным венкаре. Не все. А я буду платить, а он не будет? Нет, Сережа, нужно людей приучать все равно. Нет, не приучишь ты их. Вот ты говоришь, тут один человек. В Крыжановке стоят, в фонтанке стоят. Один человек дежурный. Он ничего не сделает. Он ничего не сделает. Он ничего не сделает. Нет, нет, нет. Он будет бояться зашлить. А вот по поводу этого мы же говорили. Он не будет ни с кем скотевтовать. Только номер машины и мы полиции сразу сообщаем. Мы сразу будем давать заявление на бульдозер. Бульдозер не ехал, был поломан, уехал. С сегодняшнего дня он будет работать. Он полностью доконсервирует эту свалку полностью. И тут надо скрывать дальше. Небольшую яму. Пока что есть, свозить будем по-любому. Потому что еще не заключены ни с кем договора. Не будет большая там козлован. Но еще еще не заключена, а мусор нужно куда-то возить. По поводу объясню коммунхоза, вывоз мусора с моря. Значит так, пляж полностью, весь пляж, который находится на базах отдыха, закреплен за коммунхозом. За нашим коммунхозом. Это собственно села, если ты помнишь. И мусор, он вы... Как не может? Не может, я лично ездила на своей машине, там все везде перегорожено. Там все перерыто, все выложено блоками, проехать. Как если я езжу постоянно. И мою, купаюсь. Куда именно? На рыбцевод бывший. Там открытый? Да. Там кусочек маленький, открытый, где сети у них лежат. А там блоки стоять. А с другой стороны стоят блоки, да. Приехал женщина, мне говорит, мужчина, это платный пляж. Платный пляж. Так я говорю, женщина, а ты не хочешь, чтобы сейчас моя машина была в море? Она заткнулась и все. Молоча, просто я говорю, ты не хочешь, чтобы твоя машина была в море? Мы ездим на пляж, купаться туда. Мы с собой мусор забираем сами. Мы его там не оставляем. Я вам объясняю, он вывозит мусор с пляжа. Он не вывозит с батрульника? Да, конечно. Такими машинами потратно. Серёж, три машинных денег. Будоведевича база отдыха. У всех остальных. Не рассказывай, Серёж. Это смешно. Грузовые машины, три машины. Не надо с нас альфотом делать. Платят за деньги прекрасно. Вы здесь, короче, за базу отдыха или за... Не, за базу отдыха отдыха. Вот сейчас пособных уберётся. У людей в огород. Пару дней назад, пару дней назад. Выйти на улицу невозможно было. Оно горело всё. Да. Окно невозможно было открыть. Кто-то подпалил, три дня горело. Правильно. А чё ж мы тут? Пять дней горело. На улице жарко. Невозможно выйти. Тут окно не можешь открыть в хате. Невозможно чем дышать. Правильно. Потому что дым валит. Так это не просто трава горит. Вот это гадость. Дети наши дышат этим. Да. Надо что мы с этими решаем. Потому что этот мусор будет топкать. Вот, Виталий, я уже пришёл позже. Сейчас человек тут постоянно находится, чтобы никто не поджигал мусор. А кто это находится? А где этот человек? Ваш сосед Юра. Нет, он не находится. А? Он не находится. Вот не надо сказать. Он не находится. Он сказал, что он просто-напросто не поджигал. Его гоняют тут бомжи в Изирске. Его то Юра. Он не находится. Бомжи гоняют. Он говорит, Леонид Славович, ты что там? Я говорю, боюсь за свою жизнь. Хотя бы раз или два раза в неделю. Я боюсь за свою жизнь. Гортал и топтал. Я боюсь за свою жизнь. Я только что вам вам объяснял. Что так один человек тут может съесть? Я боюсь за свою жизнь. Я говорю, правильно. А мы боимся за свою, потому что мы задихнемся. Редактор субтитров А.